В Краснодаре на пересечении улиц Рашпилевской и Красных Партизан замечен грузовик, в котором под палящим солнцем, в заперти, ютятся несколько собак. Марина Сенникова выясняла, кто и зачем закрыл там животных. То ли защищаются, то ли жалуются на нелегкую судьбу. Звуки из старенького зила, припаркованного на проезжей части, привлекли внимание прохожих. Когда люди поняли, что внутри, в заперти, под палящим солнцем, находятся несколько животных, мимо пройти не смогли. Здесь стоял собачий лай и вой. Вы знаете, так душераздирающие были собаки. Мы спросили здесь у дежурного, он сказал, что вот три дня никто не появлялся. Хозяин здесь бросил этот флакон вместе с животными, и он не кормит и не выгуливает их. Воздух в железную коробку поступает лишь через маленькое окошко и заботливо оставленную щель в дверях. Рядом с машиной на столбе объявление. Требуются рабочие по уходу за собаками. По указанному номеру неравнодушные и позвонили. Предлагали ему помощь, предлагали собаку раздать, продать. На что он ответил, что в помощи он не нуждается, что на собаках он зарабатывает. И когда мы начали ему срабатывать петензию о том, что собакам жарко, что они в неподобающих условиях, на что он ответил, что собакам терпимо. Терпят, похоже, животные уже не один месяц. Как говорят очевидцы, за железными стенами животные путешествуют уже второй год по этому району. Как только хозяину поступают жалобы на войс собак, он тут же меняет место дислокации. По словам жителей близлежащих домов, здесь фургон стоит уже больше трех дней. Мы настойчиво пытались связаться с хозяином, но дозвониться смогли лишь до полицейских. Оказалось, что об этом фургоне правоохранители слышат не первый раз и даже общались с хозяином. Говорят, что все необходимые документы в порядке и привлечь к ответственности его не за что. Действующим законодательством не предусмотрена процедура обязательства того или иного гражданина по содержанию животных. Жестокого обращения с животными не установлено в данном моменте. После долгих поисков владельца животных нам все же удалось с ним встретиться. Я вам сейчас объясню. Я 20 лет на Украине. В цирке работал и жил там, а потом сюда переехал, в том году. Сергей Кузьмин больше 30 лет проработал на цирковой арене. Сюда переехал к матери. Они вместе живут в однокомнатной квартире. Прихватил с собой и собак, только места им в комнатах не досталось. Тесняться всемиром. Самая старшая и крупная Сара. Породы – московская сторожевая. По словам хозяина, их он регулярно кормит и даже выгуливает. Чтобы снять им помещение, у Сергея денег нет. Подрабатывает продавцом на рынке, но мечтает выступать на сцене со своими питомцами. Она исполнится, когда появится помощник. Найти служащего и найти цирк, поехать работать. Как ездил годами, так и дальше. Ну, с окон, да, все могут выглядывать. Смотрите, вот так выглядывать, смотреть, а вот пахать, как лошади. Никто не хочет. Пока Сергей ищет коллегу по цеху. Неравнодушные прохожие, в надежде на лучшую жизнь для мохнатых артистов, собираются писать письмо в городскую администрацию. Марина Синникова, Михаил Власенко, 9 канал, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова